Пациент с фамилией Брубелла, судья, он к вам поступил с какими жалобами, с какими травмами, может быть, в какое состояние его было? Он поступил не с травмами, он поступил по заболеванию, вот насколько, я его вчера не принимал, принимала дежурная смена, насколько я имею информацию, и она, ту информацию, которую рассказывал дежурный доктора, и которую я получил, просматривая историю болезни, в общем-то, ситуация была, ситуация, которая укладывается в диагноз транзиторной ишемической атакой головного мозга, то есть это вот в простонародье называют микроинсульт, то есть на фоне и повышенного давления, стресса, вот получилась такая ситуация. Ну, первый диагноз, ему сразу же было сделано КТ головного мозга, сегодня уже делалось МРТ, сегодня делалось УЗИ сосудов шеи, для того, чтобы определить скорость кровотока, есть ли ее нарушение. Сразу проводилась интенсивная терапия, то есть когда мы больным начинаем это делать рано, мы получаем хороший результат. Почему все больные с инсультами, с подозрениями на инсульт попадают у нас в отделение реанимации, почему он там и находится. Поплываться всегда стоит, потому что, вы же понимаете, если одно уже было один раз, может быть и второй раз на фоне стресса, на фоне каких-то ситуаций. Тем более, насколько вот если мы помним, что основная причина смерти людей на Украине, да и во всем мире, это как раз заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе и неврологические. Опасаться надо всегда, стрессы не должны повторяться, но в целом, если он пройдет адекватно курс терапии, то все должно быть хорошо для его здоровья. Если все пойдет так, как мы планируем, то значит он восстановит. Сложная ситуация, это будет зависеть от того, как он будет реагировать, должны быть дополнительные методы диагностики, ну так в среднем до двух недель она обычно занимает. Если такое уже было, наверное придется каждый какой-то период времени проходить обследование и лечение. Продолжение следует...